Привет, это Технозон, и сегодня у нас на обзоре HADOS VM3 на процессоре iMlogic A311D. Охренительная штука! Но что же такое процессор A311D, спросите вы? Вроде бы как только вышел S922X, процессор A311D, это процессор более мощный, чем S922X, плюс имеет модуль искусственного интеллекта, и плюс у него есть заявленное имперсное декодирование DTS и Dolby. Звука, а это очень круто, потому что все мы знаем, для чего используют эти коробочки HADOS. Если кто не знает, то я вам вкратце сейчас расскажу. Дело в том, что еще с момента HADOS VM2 Pro, вернее обзора моего на этот самый HADOS VM2 Pro, я познакомился с одним человеком, который живет в моей стране, который занимается автозвуком, ездят на соревнованиях, он является одним из жюри, вот он мне рассказал, для чего их используют. Они их ставят в машины, и там есть пастру, проброс звука, и они подключают его к усилкам, и делают какие-то невероятные вещи с автозвуком. Вау, ребят, это действительно круто. Круто настолько, что я даже хочу поехать на эти соревнования и сделать обзор этих соревнований, и показать, на что способны люди вообще с такими вот маленькими коробочками. Чем еще уникален этот HADOS? HADOS этот уникален тем, что у него есть шина данных, да, с помощью которой вы можете управлять различными устройствами, есть среда разработки для того, чтобы эти самые устройства делать, и многие, я знаю, делают на различных стартапах под этот самый HADOS. Я, по крайней мере, видел на HADOS VM2 Pro, как делали умный дом и какого-то робота. Достаточно достойная штука. При этом, учитывая ее цену, да, это одноплатный компьютер, у которого есть и Android, также есть вариант установки сюда Ubuntu, и есть уже даже какой-то еще один Linux, я еще не ставил, у меня не было времени, но дело в том, что для реализации мультимедийных возможностей сюда даже можно поставить LibreELEC. У меня, кстати, вот здесь вставлена microSD-карта, на которой записан LibreELEC, при этом, который декодирует 8K. Кстати, вот подтверждение того, что 8K VIP9 в YouTube, он проигрывает, это просто нечто. Ко мне на обзор попала стартовая версия, это HADOS VM3 Basic, и пришел он мне именно с платой запечатанной, плюс пришла коробочка, плюс пластина охлаждения уже встроенная. Пришел ко мне фирменный пульт HADOS и фирменное зарядное устройство. Фирменное зарядное устройство здесь обязательно, как в HADOS VM2 Pro вы не обойдетесь 5 вольт 2 ампера, потому что здесь у нас есть поддержка и 9 вольт 2,67 ампера, и 12 вольт 2 ампера, и 5 вольт 3 ампера, и плюс еще у нас здесь кабель был фирменный Type-C Type-C. На самом деле комплектация отличная. Ссылки на HADOS и на аксессуары я положил в описании под видео. Хочу оговориться сразу, что мы использовали HADOS с фирменным кулером HADOS, поэтому вы увидите результаты троттлинг-теста. В часовом троттлинг-тесте он вообще не троттлил, при этом производительность какая-то нереальная. В Antutu он набрал 137 тысяч баллов, это для смарт-TV-бокса действительно очень крутые цифры. На нем можно поиграть, на нем можно посмотреть фильмы. Насчет автофреймрейта. Автофреймрейт еще не завезли, потому что это предрелизный образец у меня, а вот когда появится уже у вас на руках коммерческая версия, то поверьте, автофреймрейт либо через FRD прикрутим, либо будет в стойке. Не знаю, не могу обещать. Но единственное могу сказать, что представители HADOS пообещали меня и уверили меня, что проброс 3HD звука там действительно в релизных вариантах будет. Не знаю, насколько правда, не могу подтвердить. Также эта штука уникальна тем, что их можно собирать в кластера. Вот такая вот картиночка, вы увидите, что они друг к другу скручены, да, попка-попка, что-то там, к чему-то там, не буду говорить, опошлять процесс обзора, но для разработки это действительно очень круто. Здесь есть M.2 SATA разъем, он снизу платы, вы можете сюда прямо со старту включить жесткий диск, вернее SSD на M.2 SATA разъеме, да, и будет вам счастье. Допустим, версия 2 на 16 становится версией 2 на хрен знает сколько. И все в ваших руках. Ну и самой главной отличительной особенностью Хадоса является наличие, например, платы Hi-Fi Sound для этого самого Хадоса, который может устанавливаться сверху через этот самый универсальный разъем, и у вас будет Hi-Fi Sound с коаксиал-выходом, а также есть платы с DVB-S и DVB-T2, и все это действительно нереально круто. Также данный Хадос оснащен отличными сетевыми модулями, я вам скажу, что в среднем 900 на 900, вот мы получали в нерабочее время, когда не загружены сети 900 на 900 Мбит, на загрузку и на выгрузку, и действительно, вот это поражает. Такие же сетевые модули, по-моему, стоят Vigus M6, и, кстати, Wi-Fi 5 ГГц здесь выдает 350, даже до 400 иногда доходит, а Wi-Fi 2.4 вообще меньше сотки никогда не показывал. Тоже отличный вариант. Если вы собираетесь использовать его как Smart TV Box, то приятным дополнением вам будет прошивка Ubuntu, это полноценный Linux, на котором вы можете работать. Полноценный, как с компьютером. Например, с документами, либо с презентациями, либо какие-нибудь другие офисные приложения, которые вам необходимы. В общем, универсальная коробка, универсальное решение. Переходим к самому обзору. Перед тем, как перейти к обзору, хочу вам сказать, что на нашем канале происходит розыгрыш ценных призов и подарков. И все условия на эти розыгрыши внизу в описании под видео. На текущий момент это крутая видеокарта на 8 гигабайт, 256 бит. И просто она классная. Это Radeon RX 590. Но даже если там не будет этой самой видеокарты, то там есть не менее достойный приз для моих подписчиков. Ну а также нажмите подписаться и колокольчик, чтобы увидеть все наши будущие обзоры, настройки, модификации. Даже появится интервью. Ну и само собой, увидеть дальнейшую трансформацию этого самого Hados VM3. Обязательно будем делать обзор всех прошивок. Потому что на Hados VM2 Pro были прошивки на Android TV от SuperCeleron. И еще очень много всего интересного. Поэтому коробочка с огромными возможностями. И я говорю вам, хавабанга, ребята. Это же Бубульгум, поехали. Ну, Hados, конечно, промо-бокс пришел ко мне не совсем интересной коробки. Она не совсем красивая. Но дело в том, что это не просто коробка. Это стартовый набор. И здесь не только сама плата Hados, а целый-целый большой набор. Что входит в набор? Сейчас будем с вами разбираться, смотреть. Сразу вытащу все, для того, чтобы мы это все видели на столе. Коробочка не понадобится. Убираем. Итак, поехали с самого маленького. Фирменный блок питания Hados USB Type-C. Вот такая вот крутецкая штукенция. Слушайте, блок прикольный. При этом он мультивольтажный. То есть у него есть output 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2,67 ампера, либо 12 вольт 2 ампера. Такой себе неплохой блочок. Отложим. Кабель под него. USB Type-C, USB Type-C. Тоже зачет. Ложим. Что у нас здесь скрылось? Ага. Здесь у нас есть корпус Hados. Фирменный корпус Hados с металлической пластиной снизу. Эта пластинка, кстати, утяжеляет. И она плюс еще и работает как охлаждение. Есть у нас отверточка специальная и набор винтиков. Слушайте, ну достойно. Очень и очень достойно. Надо это сразу вскрывать. В общем, у нас есть вот такой вот набор отверточка плюс винтики для сбора этого самого Hados. Сейчас вскроем эти винтики. Посмотрим, что у нас здесь есть. Обязательно сейчас его соберем. Блин, все продумано до мелочей. Очень все круто. У меня, кстати, если вы помните, был Hados VM2 Pro. И там был не прозрачный корпус, а был специальный, такой, кастомизированный, красно-серый, вообще серебристый, крутой. Также мне достался фирменный пульт Hados. Вскрываем его сразу. Он, это обыкновенный пульт, он просто инфракрасный. Это не аэромышь, не голосовой, но именно работает как обыкновенный пульт для смарт-TV-бокса. Теперь нам еще досталась пластина охлаждения. Дело в том, что сама Hados компания заявляет, что они проводили стресс-тесты без вентилятора штатного, который сюда прикручивается. Вот у нас есть термопрокладка, есть пластина. Тоже зачетно. И сам Hados. А вот он упакован, ну, более чем серьезно. Нам надо его как-то вскрыть. Запаковали его, конечно, нехило. Оу, yes. Итак, момент истины. Вскрываем коробочку Hados. И у нас вуаля. Слушайте, крутой он вообще огонь. Достанем его. Ой, слушайте, вообще плата шикарнючая. Очень аккуратненько с антенками будем их сейчас повернем, чтобы они нам не мешали. Напоминаю, что здесь Wi-Fi 2х2 MAMU. Так, это у нас плата на AMLogic A311D. Прекрасный процессор с NPU дополнительным. В принципе, как они говорят, что здесь модуль искусственного интеллекта есть. Сетевой модуль AP6398S. Ну, блин, неплохо. Здесь у него есть два USB. Есть USB Type-C, HDMI, карт-ридер и LAN 1000 Мбит. Кстати, у Hados один из самых крутейших Wi-Fi модулей и LAN модулей, которые я видел. Также у нас сзади есть с вами разъем mSATA. То есть, сюда можно ставить mSATA диски. То есть, вы сюда можете ставить дополнительно еще и SATA M2 SATA диски. Слушайте, ну круто. Реально круто. Хочу напомнить, что у нас здесь есть шина данных, с помощью которой можно организовывать крутое управление различными девайсами. Плюс сюда можно подключать различную периферию типа SDVBT платы для спутника и для приема телевидения цифрового. Также сюда можно подсоединять музыкальную плату Hi-Fi and Sound. Короче, в общем, с саундом здесь все тоже вполне в порядке, если брать плату расширения. Все дополнительные характеристики мы с вами рассмотрим уже, когда его включим. Но сборочка, в принципе, впечатляет. Я вам скажу, это очень качественная охренительная плата. Я давно не видел такую плату. Слушайте, очень круто. Есть три кнопки. Все как обычно. Для HADOS есть кнопка включения, есть кнопка RESET и не помню для чего средняя кнопка. Но мы это тоже все разберем. Инфракрасные датчики есть. Слушайте, охренительная штука. На самом деле, очень охренительная. SATA диск сейчас ставить не буду. Позже обязательно влеплю. Сейчас нам главное его собрать. Вот наш HADOS включен. Сверху я сразу же вывел температуру, чтобы вы понимали, как он работает на штатной системе охлаждения, которую они мне любезно предоставили. Правда, с активным кулером, который мне пришлось докупить самому. Но это все не столь суть важно. Поехали с вами пройдемся. Сразу же в меню зайдем. И обговорим все плюсы и минусы именно той версии, которая есть у меня, предрелизная. А я вам сразу объясню, что же будет в конечной версии. Итак, на старте у нас нет ни шторки, ни строки управления. Если вы потянете снизу, кстати, здесь вы вообще войдете в меню настройки этих. Вернее, в меню с приложениями. Если зажать на каком-нибудь приложении, то вы увидите еще и различные варианты. Но это особенности Android 9. А вот шторка и панель управления, они будут. Они будут в коммерческой версии. Можете не переживать. И к тому же, я сразу же проговорюсь насчет автофреймрейта. Автофреймрейт тоже будет реализован в той прошивке, которую уже выкатят на продажу этого. Именно на отгрузку уже продажных образцов. Автофреймрейт сейчас работает через LibreELEC. Если мы с вами поставим LibreELEC, и он, кстати, мы поставили, и покажем вам, как он загружается, то там автофреймрейт работает просто идеально. В меню у нас при заходе в настроечки мы сразу же видим, попадаем в Droid Settings, дисплей. Screen Resolution у нас он поддерживает от 480p 60 Гц до 4K 2K SMPTE и 4K 2K 60 Гц. И именно 4K 2K SMPTE заключается в этом прелесть этого самого HADOS, потому что в нем заявлено декодирование видео, именно аппаратного декодирования видео 4.096 на 2304. Кодеками H.265, VP9 и AVS.2. Screen Position позволяет нам сужать, расширять экран, если он не влазит в рамки телевизора, и HDR отрабатывает просто отлично. HDMI Цик у меня с парой с телевизором LG работает. Playback Settings это тот самый автофреймрейт, к сожалению, на текущий момент он не работает. Audio Output пока тема закрыта. Хотя и заявлено, что он декодирует иммерсный звук Dolby и DTS, но, к сожалению, у меня нет возможности этого проверить. У нас нет такого оборудования. Я надеюсь, что скоро мы его купим. Мы, кстати, купили на ebay, и он нам не пришел, нам вернул PayPal деньги. Такая еще история была. Power Key Definition позволяет назначить действие на кнопку выключения. Раздел Picture не работает на NIMLogic, а кто бы что ни говорил, и это я уже повторю не раз. Если мы зайдем в More Settings, мы попадем в стандартные настройки Android. Здесь абсолютно все стандартно. Есть раздел приложений, кстати, со специальным доступом, где можно отключить экономию энергии для приложений. Это очень важно для Smart TV Box, потому что обычно он начинает усыплять сервисы типа A-Stream Media или TorServe, через которые мы смотрим с вами торренты онлайн. В настройки устройства зайдем в обустройстве. Это VM3, версия Android 9. И вот какие отличия у нас здесь есть. Это Cooling Fun. Вы можете управлять вентилятором. Вы можете поставить его на автоматическую скорость. Он будет крутиться в зависимости от температуры. Либо поставить сразу низкую скорость, среднюю, либо высокую. Это очень удобно, если у вас есть стоковый вентилятор. Он управляет вентилятором. Есть LED. Это такая, знаете, тюнингованная штучка. Вы можете поставить Hard Beat Mode, и он будет выстукивать диодом. Вернее, диодом моргать в сердце. Знаете, такая тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ну, такая штука, конечно, сомнительная, но она есть. Интересная. Больше здесь ничего интересного, в принципе, нет. Все абсолютно стандартное. Поехали с вами пройдемся по AD64. Здесь мы как раз узнаем немножечко больше. Система HADOS VM3. 2 гигабайта именно в этой Basic-версии. 2 гигабайта оперативное на 16 хранилище. Но насчет хранилища вообще смешно, потому что на нем есть SATA-контроллер и SATA-интерфейс. Вы можете M.2 SATA-диск поставить. Решает вопрос с хранилищем на раз. 2 гигабайта памяти. У меня сейчас доступной памяти 572. Было больше. Загрузил всем, чем можно. У меня сейчас запущенный троттлинг-тест и спид-тест там уже подготовлен для обзора. Поэтому памяти в среднем 1 гигабайт свободен. Для TV-бокса это абсолютно меняемая оперативная память, которой хватит абсолютно для всего. По центральному процессору. А, кстати, и будут версии, у которых будет больше памяти, но там и цена будет немножечко другая. По центральному процессору. Это iMlogic A311D с заявленным декодированным мерсного звука Dolby и DTS. Не знаю, насколько они работают. Вот утверждать не буду. Когда получим коммерческую версию, включим и скажем. Два ядра Cortex-A53 по 1,8 ГГц это энергосберегающие ядра. И четыре ядра Cortex-A73 по 2,2 ГГц, которые являются высокопроизводительными. Кстати, один из самых быстрых медиапроцессоров на рынке на текущий момент. То есть, если не брать в расчет Nvidia Shell TV, то вот HADOS на таком процессоре это нечто. За отображение у нас отвечает видеоускоритель Mali-G52. И вот мы с вами перейдем сейчас в кодеки. В кодеках у нас есть, да, есть DTS HD. Не знаю, все-таки интересно. Мы купим, наверное, ресивер на днях. Видеодекодеры VP9 есть. Кстати, VP9 здесь такой достаточно интересный. В LibreELEC он проигрывает 8K на VP9. Вот я вам уже показывал. Это действительно круто. Перейдем сразу к тестированию сетевых возможностей. Я здесь уже тестировал. У нас были серии тестов. Вот почему память загружена. У нас очень много всего загружено сейчас. И все работает. Мы проверяем на стабильность. Сейчас мы с вами тестируем. Давайте угадаем, что. Давайте, давайте, давайте. Мы с вами тестируем Wi-Fi 2,4 ГГц. 100, больше 100 МБит на загрузку. Это вот, честно, нечто. То есть, 2,4 ГГц на HADOS это нереальные вообще скоростя. Да, то есть, выше 100 МБит. И при этом стабильно у нас была именно серия тестов. И ниже 100 МБит он еще не показывал. Это на 2,4 ГГц. То есть, вы можете смотреть торрент фильмы 4К онлайн на 2,4 ГГц. Давайте переключимся на 5 ГГц. Зайдем в сети интернет. Да, это было 2,4 ГГц. Вот, 5 ГГц мы подключаемся. Идем в тот же наш спид-тест и проведем тест опять. Сейчас 5 ГГц. Кстати, наблюдайте за температурой. Вот, со штатной системой охлаждения это вот круто работает. Итак, 5 ГГц. Это почти 300 МБит. В серии тестов выдавало до 350 на загрузку и выше 400 на отдачу. Вот сейчас он показывает 350 на отдачу. Давайте еще раз попробуем. Так, для очистки совести. Но здесь один из самых крутых модулей Wi-Fi. 2 на 2 МАМО. Вот, сейчас он выше 300. Посягнул. Но, к сожалению, сегодня рабочий день. И сеть Wi-Fi перегружена у меня. По крайней мере, в студии действительно много устройств сидит на 5 ГГц. Ну и, конечно же, Lanner J45. В Hados, насколько вы... Если вы смотрели мой обзор на Hados Vim 2 Pro, то там один из самых быстрых был модулей сетевых. Сейчас у меня тоже вот рабочий день. И вот на отдачу 900. В среднем, это вот, если тестировать чисто скорость сети, то это в среднем 900 на 900. И вот сейчас выше 800. Это действительно круто. Для такого устройства, если его вообще воспринимать как рабочее устройство для разработок, для программирования, для каких-то роботов. Ну, короче, в общем, для какой-то коммуникации, то это нереальное устройство. Оно действительно круто. Что касается троттлинг-теста. Мы с вами проведем сейчас троттлинг-тест на 60 минут, на 20 потоков. Будем проводить его 1 час. К сожалению, он не оптимизирован. Вот если я его стартану, да, то времени троттлинг-теста у нас не будет показывать. Час я снимать не буду. У меня рекордер снимает нарезками. Поэтому мы с вами вернемся через час. Я стартую и покажу вам это все уже дело в скринах. Но, поверьте, вы уже не будете разочарованы. Поехали. Старт теста. Ну, и вот так вот через час выглядит наш троттлинг-тест. Это вот часовой троттлинг, вернее, часовой троттлинг-тест без троттлинга. Знаете, троттлинг-тест без троттлинга. Вот, как мы видим, здесь написано No CPU Thermal Throttling Detected. Это значит, что температурного троттлинга центрального процессора не обнаружено. При этом попрошу обратить внимание на производительность. Это какая-то сумасшедшая производительность для Smart TV Box. Например, тот же S922 процессор в базовой комплектации. Он выдает 84-82 джипс. А здесь 109-107. Это просто Unreal. Я не знаю, чем мы можем загрузить такой процессор. Мы будем играть, конечно, на нем. Но любые игры, которые сейчас оптимизированы для Android TV платформы. Либо GeForce Now от Nvidia Shield. Они просто работают очень быстро и очень хорошо. Ну и, само собой, мы видим, что максимальная температура была 74 градуса. Это тоже практически ни о чем. Сейчас мы с вами плавно переходим к разбору мультимедийных возможностей. Зайдем в файл браузер, где там наши сохраненные файлики. И это вот такие вот у нас тестовые файлы, тестовые ролики. Будем проигрывать на штатном проигрывателе. Хадас, вернее, на видеопроигрывателе штатном Android. Прошу тоже обращать внимание на воспроизведение 4К роликов. Вернее, на температуру при воспроизведении 4К роликов. Один из самых красивых роликов, который мне нравится от Samsung. Блин, работает просто идеально. Ничего у нас не может здесь ни тормозить, ни тротлить, ни фрезовать. Потому что мощность такова, что это вот 40 градусов воспроизведение 4К. Давайте Jellyfish 400 Mbps мы сразу запустим. Потому что ниже нет смысла играть. Он 400 Mbps проигрывает просто на ура. Вот так, знаете, с лету. Температура при проигрывании 400 Mbps стремится к 42 градусам. Но напоминаю, что это на активном охлаждении. На фирменном активном охлаждении. 42 градуса, 43. Те же самые красные медузы тоже у нас идут абсолютно без проблем. Поэтому переходим дальше. Запустим еще с вами LG Barcelona. Давайте так, для очистки совести. Чтобы уже понимать, что все абсолютно круто работает. Да, действительно, мы подтверждаем свои же слова. Все действительно круто работает. Отлично, слушайте, проигрывает неплохо. Я обязательно поставлю прошивку коммерческой версии. Там, где я смогу врубить автофреймрейт. И будет вообще мне счастье. Очень трудно оценивать приставку, да, в которой действительно все работает. Вот мы включили первый канал. Все работает просто идеально. Это что касаемо IPTV. Тут вообще мы не то, что не переживаем. Все, блин, не может работать по-другому. При таком сетевом модуле, при таких возможностях декодирования, любой IPTV он поднимет. Даже 4K, IPTV онлайн, он поднимет без проблем. Поэтому мы на IPTV долго останавливаться не будем. Проверим мимолетом YouTube 4K. Обязательно проверим мимолетом YouTube 4K. Вот 4K видео 60 FPS. А давайте выберем какой-нибудь ролик. Уже не Коста-Рика, уже так задолбала эта Коста-Рика. Выберем какой-нибудь Перу 8K HDR 60 FPS. Пошел наш Перу. Сейчас мы с вами включим диагностическое окно. У нас сразу оно работает на 4K. 8K, к сожалению, у меня нет 8K, чтобы проверить, как он его декодирует. Может ли он его декодировать в простом, не в Libre, да. Но вот мы видим 0 дропов. Стартовых нет. У нас скорость соединения 165 мегабит, 168. То есть проиграть любой ролик на YouTube он сможет вообще без каких-либо проблем. 8K, 10K. Потому что при скорости сетевого модуля 800-900 мегабит. И при его возможностях декодирования это вообще не вопрос. Сводит дропфреймов нет. Нет их и не будет. Температура проигрывания на активном охладе 40, 41, 42 градуса реализована действительно хорошо. Поэтому YouTube тема закрытая. Мы переходим от YouTube к тестированию фильмов 4K онлайн. Кстати, заметьте, это 2-гигабайтная версия. Поехали. Слушайте, а давайте запустим 4K торренты онлайн. Вот как-то вот 4K фильмы онлайн он в любом случае воспроизведет. Мы, конечно, проверим. Но 4K торренты вот очень хочется найти. Давайте по рейтингу. Что у нас там рейтингового на 4K выходило? Вот, например, мы запустим с вами MIA и Белый Лев. Ultra HD, Blu-ray Disc Remox, HDR. Давайте посмотрим, как он воспроизведет. 4K торрент онлайн HDR. Вот, пожалуйста, пошел воспроизводиться. 3840 на 2160. 24 кадра в секунду. Dolby Digital 6-канальный звук. Слушайте, воспроизводит он 4K торренты. Уже смотрю некоторое время этот фильм. 4K торрент на активном охладе 36-37 градусов. Короче, все. 4K торрентами мы понимаем, что здесь все в порядке. Мы с вами сейчас запустим еще 4K фильм онлайн какой-нибудь. Просто выходим вот по домику. Я ничего не гашу. Для того, чтобы мы 4K фильм с вами запустили. Вот именно с нагрузкой уже какой-то. 2 гигабайта оперативной памяти хватает. Не нравится? Берите что-то, я не знаю, побольше. Тот же самый Hados Win 3 с большим количеством памяти. Нажимаем смотреть. Вот у меня есть MP4 4K Ultra HD. Стартую. Ну и 4K онлайн фильм тоже пошел абсолютно без проблем. И тоже температура у нас намекает на то, что все здесь с этим в порядке. Выходим. Выходим. Я не думаю, что с такими сетевыми возможностями, с возможностями декодирования, с таким процессором и быстродействием будут вообще какие-то проблемы. Я могу даже перемотать чуть-чуть. Вот мы перемотали, в принципе, на треть фильма у нас производится с мгновенным переключением. Короче, все, ребят, выхожу. Мультимедийные возможности, они действительно крутые. Они действительно крутые. Мы вот уже в релизном варианте прошивки, мы обязательно запустим это все с AutoFrameRate. Потестируем, поклацаем и выпустим видео для вас. Обязательно, даже не сомневайтесь. Но нам стоит еще с вами поиграть. Поиграть нам действительно нужно. Поехали. Dead Trigger 2 по шпиле. Итак, Dead Trigger 2. Android TV игра. Неплохая стрелялочка. Такой экшен. В принципе, там запустили. 38 градусов. Нет никаких вопросов. Играть на этом с такой производительностью не то, чтобы можно. Нужно. Я бы даже настаивал. Для игр можно установить M.2 SSD для того, чтобы туда все это дело закачивать. Будет вам счастье. Вон вертолетик упал. Сейчас тут кто-то кого-то уже жрет. Мы сейчас быстренько тут разберемся. Держи. И побежим. Потому что тут сейчас придет... Это хейтер. Это хейтер моего канала. 100%. Есть один у нас такой. Он стоит под каждым минусом. Под каждым видео один из дизлайков. Сейчас мы с вами упадем. Слушайте. Ну, действительно. Все на самом деле очень круто играет. Нет проблем с Bluetooth. Обычно бывают проблемы с Bluetooth. Это когда на геймпаде отображает... Вернее, есть инерционность. То есть мы повернули вправо, отпустили. А он еще проворачивается немного. Здесь этого нет. Сейчас пойдем до момента с пистолетом. Для того, чтобы я понял, как целиться необходимо. Хорошо, либо плохо, либо в этом есть какие-то проблемы. И сразу будем выходить и мучить следующую игру. Доходим до момента с пистолетиком. Давайте сейчас мы переключимся на пистолет. Слушайте. Ну, прицеливание достаточно адекватное. Нет. Все хорошо. Все. Мы всех расстреляли. Все супер. Все супер. Просто выходим. Даже ничего не закрывая. Запустим с вами, допустим, тот же Asphalt 8. Это для тех, кто мне доказывает, что 2 гигабайта это ни о чем. Ну что? Asphalt 8. Вау, вау, вау. Вот вы видели на какой-то тачке? На Ferrari. И здесь тоже у нас никаких проблем нет. Ребята, мы просто играем. Просто играем. Едем. Ах, кого-то подрезали. Ускорение. Просто суперовый геймплей. С такой производительностью. Вы можете играть практически в любые Android TV игры, которые оптимизированы для геймпада. А таких, на самом деле, уже очень много. И их продолжают оптимизировать. У нас даже есть видео об играх для Android TV. Вернее, на Android TV. Я советую вам посмотреть. Мы там играем на Meeku. КМ3. Есть на канале. Слушайте. Супер. Супер. Мне очень сильно нравится. Вы видели температуру вообще нагрева? 39-44. Я в шоке. Я в тихом шоке. Но у меня, правда, я же говорю, активное охлаждение уже повторяю третий или четвертый раз. Мне очень нравится. Очень и очень нравится. Но, кстати, компания Hados и заявляла, что у них стресс-тесты они проводили. И стресс-тесты они выдержали очень достойно. И приводили мне даже графики. Показывали, как это все у них выглядело. Я подтверждаю. Действительно, здесь никаких проблем с температурой, с нагревом вообще нет. То есть, максимально, что у нас удалось добиться, это 42-43 градуса при проигрывании каких-то тяжелого контента. Вернее, какого-то тяжелого контента. А так, здесь все просто абсолютно классно. Все. Выключаю. Asphalt тоже показал, что на этом можно очень даже неплохо играть. Но будем выходить. И, конечно же, не мог обойти NVIDIA игры. NVIDIA GeForce Now игры. Которые в последнее время все шпилятся благодаря моему видео. Поиграем в Tomb Raider. Кстати, GeForce Now как-то так отреагировал. Сразу 45-46 градусов. Интересное кино. Интересное. Даже 47-49-48. У меня здесь есть небольшое сохранение. Нажимаю продолжить. Как мы видим, GeForce Now игры, в частности, в Tomb Raider, можно пошпилить очень даже неплохо. Мне очень сильно нравится вообще реализация GeForce Now на Hados VM3 с его производительностью с сетевыми модулями. Это позволяет, кстати, избежать потери пакетов. Не знаю. Вот у меня на некоторых более слабых приставках получались потери пакетов. Здесь их нет. Я сколько не играл, вы можете обратить внимание на правый верхний угол. Там обычно показываются потери пакетов. И вот именно на Hados у меня как бы все в порядке с этим. Ой, что-то мы подняли с вами. Что-то мы спалили. Не знаю. Сейчас пойдем попробуем пройти на следующий этап. Я от обзора к обзору спотыкаюсь на этом месте. Может кто в комментариях подскажет, что тут нужно дальше сделать. Я обязательно сделаю. Все, мы вышли. Я вам обещал загрузку Libre-Elec. Кстати, попрошу заметить, что все-таки мы играли на 2-гиговой версии, на Basic-версии. И чтобы кто не кричал, все это вполне адекватно заводится. Переходим к загрузке Libre-Elec. Просто покажу, что он работает, загружается и будет вам счастье. И уже потом перейдем к резюме. Как мы видим, у нас загрузился Kodi. Kodi да не Kodi. Это все основано на Libre-Elec. Кстати, инструкцию по установке Libre-Elec для этого самого HADOS VM3 я положу в описании под видео. Специально, чтобы вы видели, что она уже есть. У меня здесь, кстати, сейчас установлен Netflix и YouTube. И все это прекрасно работает. Можете включить Samba протокол в этом самом Libre-Elec. То есть, можете закидывать сюда, прямо подключить жесткий диск к HADOS. И прямо на HADOS закидывать ваши фильмы. И просматривать, кстати, с AutoFrame Rate. С учетом того, что они обещают декодирование звука DTS и Dolby. И вот это вот будет просто невероятно. Давайте попробуем, что у нас там работает. Давайте YouTube загрузим, попробуем. Вот я, кстати, 4K здесь катал. Коста-Рика. Выбираем 2160 HDR VP9.2. Это значит, что он воспроизведет его в HDR. И, тадам, все прекрасно работает. Поэтому Libre-Elec для тех, кто любит воспроизводить, вернее, для тех, кто любит мультимедийные возможности больше. Вот мы можем запустить Netflix. Мой профиль, кстати, есть. И запустим, ну, то, что у меня там было, что я начинал смотреть. Потерянные в космосе. Нет, вот как это закончилось. Dolby HD, кстати, 4K 5.1. Внизу вы видели, да, надпись? Но, к сожалению, 4K он не будет воспроизводить, потому что он не сертифицирован Netflix'ом самим. Поэтому он воспроизведет это все в HD-качестве. Давайте чуть-чуть перемотаем. Вот, 10 минут фильма. Все воспроизводит Netflix в Libre-Elec на Vim3. Прелесть. Просто прелесть. Так что, буду уже выключать его, переходить к резюме. Но коробочка действительно стоящая. У нее огромное будущее. И советую вам за этим будущим следить вместе с нашим каналом. Хадас, хадас, хадас. Интересная коробка. С интересными возможностями. Возможность подключения периферии через свою шину, на которую есть очень подробная документация. Которая не троттлит. Которая просто-напросто круто работает. Ждем новые прошивки. Прикручиваем автофреймрейт. И вы знаете, это будет один из крутых смарт-видбоксов. С возможностью полноценного одноплатного компьютера. С подключением какой-то периферии, если вы какой-то разработчик. Слушайте, ну, нереально круто. К тому же, эти хадасы можно ставить в машины для автозвука. Ну и мнение канала Технозон. Что хадас имеет огромные перспективы. В частности, модель VM3. Мы настоятельно его рекомендуем к приобретению тем, кто любит копаться в железках. Для тех, кто любит мощность. Для тех, кто любит нечто необычное. Это супер вообще предложение. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл и хадас VM3 на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok